Всем большой привет! Сегодняшнее видео снова будет про беременность, но уже о наболевшем, о том, что кому-то не дает спокойно спать. И это, конечно, простуда, грипп и все такое, что порой не всегда получается оградить себя от этих неприятностей. И как с этим бороться, что делать, если слово профилактика потеряла всякий смысл и уже не имеет никакого значения. Ну, конечно, паниковать не стоит никогда, это лишний стресс. Стресс, всем нам известно, это то, что нам нужно избегать, соответственно, необходимо взять себя в руки, включить голову и начать лечение, очень активное лечение. Смотрите, беременные женщины и мамочки подразделяются на несколько групп. Группа первая, те, которые, в принципе, не будут интересоваться особенно, а можно ли употреблять то или иное лекарственное средство в качестве борьбы с вирусом, и будут пить, например, террафлю, капать капли в нос обычные совершенно, и задумываться о том, что это как-то негативно отражается на состоянии плода. Вторая группа людей, это те, к которым отношусь я, которые доверяют народной медицине. Третья группа, это те, которые такую фразу, как народная медицина, в принципе, отвергают напрочь, и они сразу бегут к врачу. Возможно, это правильно. О первой группе говорить я не буду совершенно, потому что я считаю, что это высшая просто степень безответственности, безразличия к самой себе, к ребенку, который под сердцем, и, ну, ни к чему уделять внимания таким людям. Вторая группа, это группа, в которой состою я. Я за свои 5,5 месяцев примерно 3 раза подхватывала болезнь, но каждый раз мне удавалось остановить развитие болезни, я убивала все бактерии, микробы, вирусы в себе, и возвращала себя в хорошее состояние, не прибегая к врачам. Ну, наверное, это связано с тем, что я достаточно хорошо знаю свой организм, и я знаю, на что мой организм реагирует хорошо, что мой организм, в принципе, отвергает, в чем он нуждается, а в чем нет. Если вы подходите к выбору средств народной медицины, выбираете их в качестве лечения, необходимо помнить о том, что они должны быть безопасны. Безопасны они в том случае, если, например, допустим, если у вас желудок чувствителен, если у вас гастрит или язвы, не дай бог, то, естественно, мы исключаем в больших количествах лимон, клюкву, то, что негативно и пагубно влияет на желудок. Таких, значит, средств стоит избегать. Или же, например, если у вас аллергию на мед, это не значит, что сквозь аллергию надо прибегать все равно к меду. Нет, надо не забывать о том, что народными средствами необходимо нанести только лишь пользу и никакого вреда. Поэтому надо грамотно подходить к выбору этих средств. Ну, какие же средства использую я? Например, если сейчас, да, сейчас время года такое дурное совершенно, вроде как тепло и вроде холодно, и сыр, и ветер, и вспотели, или наоборот, и непонятно вообще, как нужно одеться, чтобы чувствовать себя комфортно и не простудиться. А если же вдруг случилось такое, что вы замерзли на улице, вас продуло, вы чувствуете, что вы замерзли, да, или у вас вдруг чихи какие-то появились нездоровые, вода из носа потекла, или же вы чувствуете легкий озноб, или вы промокли, или ноги промокли, вот все такого рода, в этот момент очень важно согреть себя. То есть необходимо прийти домой, если же вы дружите с медом, то скушайте ложечку меда. Не нужно ее разбавлять с горячей водой, иначе мед теряет свои целебные свойства. А если же с медом не дружите, просто горячий чай с малиной, например, с малиновым вареньем, заварите себе какую-нибудь травку, обязательно согрейтесь, одеяло шерстяное, не синтетику, прогрейте хорошо, тепло, оденьтесь, шерстяные носки обязательно, чтобы ноги были в тепле. Можете взять соляную грелку или что-то такое. И просто нужно себя согреть и немножко помочь своему иммунитету, не дать этой простуде, которую, возможно, вы подхватили, как-то на вас погодно воздействовать. Если же у вас уже 37-38, как нам известно, температуру от 37 до 38 сбивать не нужно. Но при этом, почему не нужно? Потому что в этот момент организм борется с вирусом. То есть, если же у вас температура поскакала уже дальше, 39-40, тогда да, нужно бить тревогу и совершенно по-другому лечить себя. Если же вы помогли своему организму, опять же, оставаясь в тепле, лишний раз не выходя на улицу, не попадая под воздействие большой толпы микробов и вирусов, если же вы все это соблюдали, если же вы просто помогли своему организму бороться с вирусом, тогда температура спадет и ее уже не будет. Не забываем про постельный режим. Постельный режим очень важен в любом вашем состоянии, болезненном, какой бы оно ни было, на какой бы стадии оно ни находилось, если температура поднялась дальше. В этом случае самолечение – это не лучшее, что можно выбрать из всего. Конечно, лучше, если вы вызовете скорую или при возможности обратитесь к врачу, важно не болеть, не разболеться, вылечиться для того, чтобы болезнь не дала осложнение, потому что осложнение она даст не только на вас, но, естественно, к сожалению, осложнение болезни даст и на ребенка, на плаценту, на все жизненно важное. Очень-очень-очень важно, поэтому не дать болезни разгуляться. Что делаю я? Какие методы? Вот последние три дня я чувствовала, что я болею. Я действительно болею, у меня состояние такое шаткое, то есть вот шаг влево, шаг вправо и все, я уже никакая. Я обязательно клюкву. Я беру, допустим, столовую ложку клюквы замороженной, потому что свежую не всегда получается найти. Я ее разминаю в кружке, заливаю кипятком и вот эту вот смесь, значит, пью вместе с ягодами. Мой желудок, слава богу, мне это позволяет. Мед. Например, ложка меда перед сном прекрасная. Вы пропотеете. После того, как вы пропотеете, важно поменять одежду, в которой вы находитесь. Конечно же, малиновое варенье, потому что свежую малину не так просто сейчас в это время года достать, но малиновое варенье полностью заменяет свежую малину. Обильное питье, не холодное, а просто вот обычная вода, не холодная. Тоже очень важно. Я стараюсь лишний раз не ходить с мокрой головой. Я проветриваю комнату постоянно, то есть на ночь я окно закрываю, но днем у меня практически всегда открыто окно. Я теплее одеваюсь, но окно у меня будет открыто, чтобы воздух не заставился в помещении, чтобы вирусы все выходили. Избегая людных мест. В людных местах, конечно, проще всего подцепить какую-нибудь заразу, поэтому я стараюсь этих мест избегать. В частности, это метро, какие-то места большого скопления людей, такие как торговый центр, может быть, рестораны, аптеки. Из аптечных покупных средств я использую лучшее средство, на мой взгляд. Это гриппферон. Это интерферон альфа, который приобрел очень большую популярность в последнее время. Это средство, которое необходимо капать в нос. Разовая доза получается для взрослого человека. Это три капли в каждую назрю. В целях профилактики стоит это делать два раза в день в течение нескольких дней. Если же вы лечитесь, то необходимо делать это раз 5-6 в день. То есть, это средство, оно очень-очень хорошо отражается на самочувствии. Правда, я его использую еще, наверное, с ноября или с декабря. То есть, как первый раз я приболела, почувствовала что-то не так, я стала гриппферон капать в нос. И вы знаете, это как какой-то щит, барьер для простуды. Очень хорошо помогает и в совершенно свободном доступе можно его приобрести. По деньгам недорого. Но главное помнить, что гриппферон можно использовать две недели после вскрытия, после чего бактерии полезные умирают в нем. И хранить необходимо в холодильнике. Если же от горла, то я, конечно, полоскаю горло настоем отваром ромашки аптечной. Просто, это супер бюджетный вариант, да, покупаем в аптеке ромашку, цветки ромашки. Или же соды, или же солью. Полоскаем горло, очень-очень часто полоскаем горло, это тоже очень полезно и очень правильно. Я беру столовую ложку ромашки, заливаю кипятком, настаиваю и полощу горло. Я не отвариваю ромашку. Я не делаю отвар, я просто настаиваю. Еще я дружу с аптечным средством Tantum Verde. Я и спрей, и леденцы, и то, и другое я использую охотно. И мне помогает леденцы снять какой-то болевой, например, синдром. Спрей, конечно, это вот последний раз, вот сегодня, вчера я использовала, чтобы горло не разболелось. Так как я склонна к ангине, и я не раз уже болела ангиной. Я знаю, что именно ангина дает страшные осложнения на всевозможные органы, поэтому очень важно не допустить ее появления. Промывать нос очень-очень помогает от насморка промывать нос любым средством в аптеке. Например, много сейчас средств, я не буду перечислять их названия, но скажу, что у меня, например, это долфин. Это очень удобная такая бутылка. Вы разбавляете порошочек, заливаете водичкой тепленькой и вот промываете нос. Очень хорошо помогает от насморка, и также от насморка хорошо поможет увлажнение помещения, в котором вы находитесь. То есть это может быть, если средства позволяют, то это какая-то бытовая техника, которая освежает, увлажняет, очищает воздух в помещении, в котором вы находитесь. Или же это просто элементарно мокрое полотенце или ведро с водой поставьте около батареи. Тоже увлажняет и облегчает процесс вдыхания и выдыхания воздуха. Ну и, конечно, важно помнить о том, что если народные средства или какие-то медицинские препараты уже теряют свой вес, теряют силу, то не надо затягиваться с визитом к врачу, со звонком к врачу. Очень важно помнить, что мы не одни, у нас есть тот, о ком стоит думать, это наш малыш. Очень важно помнить, что он меньше нас во много-много раз, и он слабее нас, и мы его главная защита и опора, поэтому очень важно заботиться о его сохранности здоровья. Нужно дружить с шапкой, с шарфом, с колготками и со всеми подобными вещами. Лучше быть более бдительным на смех всем, чем просто потом болеть и страдать. Да, и всем, конечно, я желаю огромного здоровья, чтобы никто не болел, и до новых встреч, пока!